Ассоциация горнопромышленников России работает с апреля 1999 года. Был проведен большой съезд, порядка 500 участников делегатов принимало участие из многих десятков субъектов Российской Федерации. Политику и стратегию деятельности между съездами горнопромышленников определяет Высший горный совет. Оперативное управление осуществляет коллегия под руководством председателя Высшего горного совета Шафранника Юрия Константиновича, президента, исполнительного директора. Члены Высшего горного совета, которые по направлениям, ответственным за химию, за металлургию и прочее, принимаются определенные решения, стратегии. Плюс еще по результатам проведения Высшего горного совета, которые принимаются, исполнительный орган их реализует. Наши коллеги-дальневосточники обращались к нам на протяжении этого года не раз, как из добывающих компаний, так и из научного, вузовского сообщества. И поднимали проблемы по поводу подготовки специалистов, персонала для горнодобывающих компаний. В Дальнем Востоке сложилась удивительная ситуация, это край залежи земли русской, порядка 80-90, там 60% запаса фемерального сырья находится там, например, запаса олова 90%, но абсолютно не хватает специалистов, которые бы работали. Поэтому на первый план выходит подготовка специалистов, переподготовка, перепрофилирование и подготовка новых специалистов для горнодобывающих компаний, как углеводородов, так и твердовых минеральных веществ. Помимо другого комплекса проблем, которые существуют, как по логистике, по транспорту, по сбыту, то есть регион АТР, Дальний Восток выходит, скажем так, для нашей страны на первоочередные направления развития, вектор развития. Вот этим всем и было обусловлено. Выездное заседание, которое мы проводили на полях ВЭФа, где мы рассмотрели все эти вопросы, дали свои предложения и рекомендации, что это была определенная веха в деятельности и развитии горнопромышленников России. Никогда мы не проводили там. Наконец-таки в сентябре текущего года это было сделано. Данное мероприятие заслужило самую высочайшую оценку в лице администрации президента Российской Федерации полпредства на Дальневосточном федеральном округе. Я могу сказать, что уже после даже этого форума Ассоциация горнопромышленников России совместно с Дальневосточным активом приняла ряд решений и довольно-таки положительных мы уже как бы преуспели их в реализации. Первое. Мы возрождаем филиал наших представительств горнопромышленников на Дальнем федеральном округе. Достигнута определенная договоренность, кто у нас будет его возглавлять из полпредства. Мы ведем очень активную работу с министерством образования. Ассоциация горнопромышленники вошла в экспертный совет при Минобри по передовым инженерным школам. Мы уже начинаем оценивать, рекомендовать по выдачу грандов и развитию. Ведем активную работу по популяризации профессии горного инженера. Дали свои предложения в план Министерства образования и науки на следующий год по включению наших мероприятий в популяризацию. Начиная там от школы, заканчивая институтом. В шаге от подписания сетевых договоров для переподготовки и переквалификации персонала ПАУ «Газпром» для Дальневосточного федерального округа. Это совместный сетевой договор между ВВГУ, Владивостокским государственным университетом, Судом Губкиным, НПГ-промышленниками и МИСИСом. Что позволит подготавливать, переобучать кадры для Дальневосточно-федерального округа. Но это в части углеводородов. Такое же есть мнение и желание отрасли, что надо делать для твердых полезных вскопаемых. Но это следующий шаг. НПГ-промышленники в 2022 году заняли активную позицию в связи с текущей геополитической ситуацией. Мы активно принимаем участие как с угледобывающими регионами, например, как с Кузбассом, так и с Дальним Востоком. Это обусловлено многими причинами. Это различная эмбарго, предельная цена, то, что сейчас происходит. Поэтому, понятное дело, что переориентировать надо весь быт на Дальний Восток. 29-30 ноября 2022 года будет проходить Горпромоэкспо заседание Высшего горного совета совместно с Комитетом торгово-промышленной палаты. Там предполагается 12 тематических столов, которые объединяют под себя единую цель. И горное промышленность Восточный Вектор один из них. То есть там будут затрагиваться все вопросы, которые актуальны, которые острые, злободневные на сегодняшний день, как для развития горнодобывающей промышленности, так и для подготовки ВУЗовской инженерной школы. Стол по редкоземельным металлам, по науке, по образованию, по минеральному обогащению сырья, по золотопромышленности. Горно-промышленный Восточный Вектор. То есть это продолжение работы горнопромышленников по тем вопросам, по тем решениям, которые мы уже приняли. И приняли совместно с ФАИВами, как с Минобром, как с Минпромторгом, как с Министерством просвещения по развитию. То есть это продолжение логическое и подведение определенных итогов выстраивания нового вектора для достижения новых результатов. Редактор субтитров А.Семкин